йоу всем привет дамы и господа добро пожаловать канал шалала архитектура и история и люди в городе шанхай друзья этот выпуск мы уже снимали ровно год назад всем привет дамы и господа добро пожаловать канал шалала здесь мы говорим про историю архитектуру и ладно небольшая затравочка сегодня будет мясо мы покажем вам одно из самых интересных зданий старого шанхая а именно 1933 скотобойня но начнем с подступов к этому замечательному зданию и так сергей где мы находимся мы находимся в районе хунгкоу это винт сэншел шанхаев здесь старые лейные бакуц или крикаторы еще работают но скажем скором увидите которые уже мертвы здесь свалка кассу же устырь устырь и который стоит и нелегальные рыбаки прибылает нельзя в шанхае полка уж как переводится красный рот не красный а раду радужный радужный рады на самом деле это ролик поменяли когда-то это был роглиф был другой который также произносит начал он наводнение соответственно рот полный наводнением некрасиво звучало поэтому передумали другой иероглиф вот здесь что интересного это район был очень сильный промышленный индустриальный в старом шанхае и здесь до сих пор остались некоторые куски всяких индустриальных зданий на которые мы посмотрим например на это прекрасная труба которую решили для красоты покрыть слоем но и колыба это не самое интересное здесь а вот это вот непонятное бетонное сооружение это друзья дот или дзот а вот что во время всего лишь 80 лет назад в шанхае и в частности здесь шли бои с японской армии с японскими захватчиками да и соответственно здесь это была линия обороны потому что парикеда двигались продвигались японцы и здесь соответственно гаминдановцы сидели их отстреливали в шанхае отчет такой штук 20 по моему и даже больше подсотку есть даже канал в вичате где человеку это снимать эти дзоты или доты да вот это тоже прекрасное совершенно здание как вы видите в стиле арт-деко где играет new band music school чуваки тренируются на электро гитара это бывшая подстанция какая-то или это power station это то есть электростанция которая производила электричество собственного для вот этого для этой прелести посмотрите от друзья 1933 сергей первый вопрос 1933 это историческое название или это новое придуманное это новое придуманное здание потому что этот дом это здание построили в 1933 году и она любопытна если вы на него посмотрите в архитектурном плане с другой стороны здесь есть какие-то восточные моменты но не китайский моменты посмотреть на эту колонну или посмотреть вот на воду . которая в круге но это явно не мне в китайском стиле для человека по индиям абсолютно то есть на самом деле моя теория что это англичане что англичане построили они и запланировали для индии сначала а потом что-то пошло не так и здесь и и вот и здесь что интересно что в том вино за ты годы в шампай в целом цемент был некачественный производился нам был некачественный поэтому весь цемент для этого огромного здания если вы посмотрите здесь есть какие-то элементы вот на колоннах элементы индийского орнамента наверху такие штучки которые его не считают что это масонские мы вон в масонский да вообще есть такие элементы которые говорят о том что это арт-деко не просто арт-деко у нас небольшой перерыв потому что нужно включить камеру и показать qr-код немножко поспорить о масках через секунду мы на следу ровно год назад когда мы здесь были когда еще душевал ковид то здесь вообще никого практически не было мы были одни изначально дизайн такой был здесь много-много тяжелых проходов с толстыми стенами которым да в котором соответственно сюда приводили скотт и скотт шел по этим коридором поднимался наверх вот эта дырка наверху она была открытой и соответственно вентилировалось помещение потому что животные поднимались на третий этаж где они заканчивали свою жизнь и соответственно была вентиляция и кто-то еще говорил что специально сделали так чтобы окна все были на юг чтобы души животных по фэн-шую на южную сторону бы утекали и улетали а вот это наверно желоб для крови или нет этот человек сидит например в каске рядом с барабанами друзья друзья можете обсудить в комментарии что громче один китаец или барабанная установка эту штуку реконструировали но понятно что после того как пришли коммунисты в сорок девятом году сначала они использовали его по назначению это здание то есть это было тоже центрально то есть коммунисты тоже использовали как заготовой не центральная скотобойня города шанхай вот а потом она это был складом много-много лет там 70 80-е годы и двухтысячных восстановили сделали вот такой культурный центр здесь кстати можно обратить внимание специально такую поверхность чтобы чтобы животные сами сами подниматься и не не подскальзивали взялай лайк лайк за операторскую работу андрей очень старается вот центральная собственно здание то что все где мы сейчас ходим это все коридоры для подведения животных а вот там зам собственно большой разделочный цех это концертный зал мы когда-то здесь нелегально делали стендап для одного американского комика британского и нас полиция пришла забирать с пол прозрачное стекло но это не оригинальное думаю нет очень высокий был зал поэтому это 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 подставной пол я так думаю хотя нет может быть и нет все балкон больше теперь не открыт для публики да балкон о слушая ты помнишь что была свалка да да друзья посмотрите вот здесь лайк если играл с фил 2 сергей вот вопрос только много маленьких мостиков это наверное для того чтобы работники могли ходить потому что остальное все широкое пространство было заполнено скотом я так понимаю ну собственно скот приходила туда наверх вот на этот уровень здесь соответственно его чик или после чего разделывали вниз справляли куски разные соответственно куски мяса для дальнейшего разделывания и утилизации это да наверное какие-то были проходы о друзья и посмотрите внизу внутри несущие колонны очень красивая внутренние ступеньки тоже такие классные и посмотрите как красиво свет проникает внутрь такое как бы сказали здание дышит это прекрасно откроется вид . жалко что пропадает и мы идем смотреть на интересные лейны на каком-то этапе правительство решило что больше сносить исторические лейны не будут а будут их каким-то образом реконструировать точно все знают синхенди или сейчас есть ссылка в описании джан юань новый такой район такой тоже модный который сделан из перестроенных старых лэйнов а резиденшал где люди живут лэйны с ними непонятно что делать потому что они очень старые и никаких там удобств нету но при этом сносить уже вроде бы больше нельзя поэтому вот здесь администрация города хонг хоу решила проэкспериментировать и взять старый лэйн его изнести и построить такой же только новый с удобствами с туалетами и так далее а вот это вот очень красивая набережная и о спорт раз тоже была такая же картинка на святое народ сушит наволочки даже не слушать а возможно они просто их прогревают на солнце это китайская тема проветривание одеяло как мы сказали ранее шанхайское солнце для лекарства от всех болезней и антибиотик от всех микробов идет стройка все летит солнышко все почистил мышка все почистит а еще водичку теплую выпей и вообще будешь жить до 100 лет вот этот вот этот лэйн собственно вот и есть если сейчас посмотреть на вот эту часть это старое историческое там ты двадцатых конец двадцатых начало тридцатых постройки и вдруг роб то же самое а вот прям тут видно где они да если приглядеться то видно что они попытались сделали хорошую работу они попытались сделать то же самое даже включили всякие типа арт-декошные элементы здесь внутри но вот этому этому зданию там пять лет как вы видите все уже как правильно сказать настояла стоялась обветшала на ментально очень быстро поэтому наверное сейчас зайдем внутрь на секундочку посмотрим но в целом результат эксперимента ну вердил что лэйны они становятся коммуналками лэйнами моментально да кстати вот такие магазины это тоже маленький прикол который до сих пор существует вот в таких в таких местах как это магазина дома магазина дома который держит семья которая живет скорее всего в этом доме и там все стоит три копейки я вчера зашел в такой магазин я купил большую луковицу большую головку чеснока и огромную морковь но есть риск что поливают водой с ассенизатором то есть мы заходим сюда и казалось бы что вроде старе старе все старе старе а это старе справа старе это старе это не старе вот это все абсолютно новое которому пять лет но это выглядит абсолютно точно так же зачухано зачухано на вы можете видеть это по кирпичу справа и по кирпичу слева слушай здесь и старались сделать даже шокумени такие же все как бы очень очень постарались но вот если посмотреть внутрь не заходи там девушка да я знаю потом все абсолютно так же абсолютно выглядит как и других то есть другого но можно было не перестраивать можно было не перестраивать короче эксперимент не удался все равно надо присматриваться чтобы понять что кто новое что старое да хотя и три года местные жители очень умеют делать вещи аутентичными неудобно неудобно assistsин короче говоря дедушка не одобрил новое новое здание слишком маленькие слишком неудобно может быть он пожил в одной комнате, потому что у него был туалет. Слушай, а ты рассказывал, что в Китае кирпич желтый считался дорогим, а вот тут смотри, лейн из кирпича построен. Да, это уже просто позднее 30-е годы, он уже перестал быть таким крутым, а кирпич, когда приехали только иностранцы в 1840-е годы, иностранцы стоили из красного кирпича, а у китайцев до этого был серый кирпич, поэтому люди начали торговать, использовали разницу в ценах, поэтому это было очень круто строить из красного, но к этому времени уже цены нормализовались, потому что уже начали производить обыкновенные красные кирпичи в Китае. Вставочка для тех, кто еще не успел выключить видео, вот крючки висят, можете подумать, что это для трусов, но нет, это для того, чтобы вялить мясо. В Китае уважаемая штука, это повялить мясо или рыбку на улице, и вот тут находится мясной магазин, и тут же крючочки, чтобы повялить вкусные ветчины, вот, как-то так. По-моему, в декабре, по-моему, самый сезон. Китайцы пришли и попросили деды, чтобы не снимали. Как интересно, китайцы сами обожают фотографировать всех и вся, но когда начинают снимать их... Начальник, начальник. Я думаю, продемонстрировал. Я думаю, застеснялся. Сюда заходят иностранцы один раз в год, последний раз мы заходили. Год назад. Год назад. Вот такая интересная штучка для тех, кто интересуется лейный верхушек. Мы на это будем подведить конец этому эпизоду. Наверно, да. Сегодня мы уже гуляемся. Да, друзья, большое спасибо за внимание. Обязательно загляните под видео, там еще есть несколько ссылок на другие выпуски нашего канала, которые могут вас заинтересовать. Обязательно поставьте лайк, колокольчик, подпишитесь на наш канал и поделитесь с друзьями. Мы стараемся для вас. Спасибо большое. Пока-пока. Ставь лайк, если не любишь, рот полный наводнением.